приветствую дорогие друзья напишите пожалуйста как меня видно как слышно и поставьте пожалуйста циферку 1 кто только вот сейчас подошел на вторую часть водную часть дорогие друзья сегодня провел больше не как водную именно как новостную и прошу пересмотреть потом записи эту часть ну собственно много новостей осталось и на вторую часть потому что новостей у нас хоть отбавляй и я обязательно подытожу повторю уже в конце своего вещания те новости которые я вместо вводной части озвучил но сейчас я хотел бы перейти дорогие друзья хорошим новостям хорошим новостям и сказать что все мы с вами отлично постарались всем миром так скажем потому что уже более 180 уже почти 190 стран скоро добавят догоним количество стран в организации объединенных наций принимает участие в развитии проекта skyway и я могу сказать что вот эта вот модель которая была выбрана анатолий эдуардовичем юницким она настолько интуитивно правильно выбрана и сейчас я могу сказать что того результата которые мы раньше ожидали месяц сейчас можно сделать за несколько дней и вот буквально несколько дней назад либо это было позавчера точно сейчас не не вспомню нужно смотреть в директорском чате но у нас был рекорд очередной вот рекорд вообще вот в истории skyway по приходу инвестиций в день в день я могу сказать дорогие друзья то есть об этом возможно мы озвучим на теле мосту который будет нас ближайший но я могу сказать вот по этой сумме реально ранее нам приходилось работать почти полмесяца потом четверть месяца сейчас эта сумма делается за день то есть под эта сумма меньше 500 тысяч долларов но такая же неплохая сумма и как мы договорились сейчас информационное поле мы будем максимально фильтровать поэтому будем говорить что в день уже приходит много то есть этому давайте все вместе порадуемся потому что это как раз таки закладка основ что мы перейдем планомерно с девятого на десятый этап и что десятый этап может ну нет не полэтапа сумму точно не просите дорогие друзья не буду не буду называть но абсолютно уверен что мы можем перейти на десятый этап еще до эко фестиваля потому что очень много событий планируется уже которые обязательно состоятся это ближайшее время 14 в 14 14 15 16 не ошибаюсь уже в перемещениях виктора начинаешь путаться виктор будет представлять на официальном уровне в братиславе нашу технологию то есть вы помните что ранее виктор совместно так же мы были сергей анатольевичем и франтишек solar было представление на тот момент министру транспорта словакии и сейчас уже будет серьезная рабочая встреча по представлению технологии на высшем уровне будут встречи рабочие уже с той компанией я могу сказать это серьезнейшая девелоперская компания которая делает строительные объекты не только в словаке но и в странах европа и в дальних странах уже за пределами европы и они с нами сотрудничают по по одному из решений непосредственно для братья славы то есть это очередной адресные проекты и уже с руководителем они с директором по стратегическому развитию по маркетингу будет общаться виктор потому что с директором по стратегическому развитию маркетингу общался я и сергей анатольевич во время нашего прошлого или позапрошлого тоже нужно начиная путаться визита словакию и название естественно этой компании не мы не буду говорить как мы договорились что мы будем информационное поле беречь но это серьезная девелоперская компания европейского и даже выше европейского уровня которая сейчас с нами сотрудничает то есть вы прекрасно понимаете что владелец компании с кем попало общаться не будет и время его ценно ну собственно как и время виктора игоряча бабурина соответственно виктор понимая ценность своего времени и понимая именно вот стремительность развития отношений с нашими арабскими коллегами недавно отправился и уже вернулся с поездки в дубай то есть вот об этом не было никаких новостей и так далее но я думаю что здесь так вот промежуточным этапом стоит это осветить зачем это было сделано я могу сказать что если ранее на инотрансе у нас рекордсменами по реагированию стали филиппинцы и что касается наших русскоговорящих коллег кто инициирует адресные проекты кто заключает инициационное соглашение по регионам россии соответственно сейчас такое вот к сожалению но я думаю и надеюсь что изменится эта ситуация антирекорд по именно вот такой быстроте реакции на развитие адресных проектов филиппинцы вы все прекрасно помните после инотранса буквально через неделю отреагировали как только арабы уже то есть непосредственно приезд которых был организован франтишком соларом гамалом морсе я еще раз хотел бы повториться что перелет перелет причем бизнес классом потому что вы понимаете какого уровня господин алла и абдуль рахим наки именно специалисты то есть генеральный секретаря федерации палаты арабских стран не не просто с кем-то не будет по определенной причине встречаться а многие российские предприятия ожидают приезд таких профессионалов месяцами и годами и никто их не посещает наш экотехнопарк наш тестовый участок посетили были некие проблемы я могу сказать и с таким экстримом началось путешествие наших арабских коллег в беларусь потому что абдуль рахим взяла только дипломатический паспорт представьте вот дипломатический паспорт достаточен для путешествия по всем странам и немногие люди в мире имеют такую привилегию вот люди такого уровня посещают наш экотехнопарк чтобы общаться с генеральным конструктором и создателем струнных технологий анатолий эдуардов чем юницким виктор в тот день являлся больше как переводчиком я действительно вижу огромнейший прогресс виктора как именно человека который разбирается уже и в техническом синхронном не побоюсь этого слова перевода и если я постепенно приближаюсь к такому качественному последовательному переводу то при обилие тех поездок и встреч делегации можно будет легко уже к синхронному переводу приблизиться я рекомендую всем дорогие друзья кто рассчитывает привлекать инвестиции действительно крупные инвестиции на международном уровне учите языки потому что пока у нас нет своего языка sky языка это естественно такая шутка но в каждой шутке есть доля правды и доля желания мечты пока у нас множество различных языков но все мы объединены на сегодняшний день английским языком учите английский язык потому что при международных переговорах это очень серьезно вам поможет естественно мы будем сергей анатольевичем и с виктором бабуриным причем я могу сказать точно что виктора мы будем подключать уже на самых крайних стадиях переговоров и сергей анатольевичем мы просим прощения если кому-то достаточно жестко отвечаем что нет по этому проекту мы не будем работать потому что это трата времени потому что действительно хочется уже тратить время на те проекты на тех инвесторов которые которые потенциально может инвестировать и те адресные проекты которые действительно могут реализоваться что-то бла 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 сейчас ну дорогие друзья этап уже пройден мы уже наступаем на порог девятого этапа и фактически осталось осталось то дорогие друзья 6 этапов 6 этапов до 15 этапа а 15 этап никто не знает когда он настанет но я еще раз могу повторить дорогие друзья что обратный отчет начался обратный отчет начался с момента заключения вот этого такого серьезнейшего договора трехстороннего инвестиционного соглашения с одним из индийских штатов и сейчас это этот штат в абсолютном доступе информация об этом дана и соответственно это небольшой штат но обладающий более 40 процентами полезных ископаемых и отличный плацдарм для начала деятельности skyway штат жархант именно для создания как тестового участка для создания проектов адресных по высокоскоростному направлению по городскому пассажирскому направлению ну и естественно грузовое направление оно без внимания не останется я хотел бы остановиться дорогие друзья на тех эмоциях которые меня посетили когда я наблюдал в качестве участника переговоров делегации когда происходило общение с арабскими представителями с абдуль рахимом наки и с господином алла которые абсолютно так скажем без каких-либо притязаний слушали о технологии и слушали глобальное видение технологии skyway потому что после того как антолий эдуардовича спрашивают вопрос а какой в компании увидите вообще через 20 лет и когда антолий эдуардович честно не задумываясь отвечает что я вижу корпорацию одной из самых крупных корпораций в мире как по капитализации так и по величине масштабом производства создания адресных проектов дорогие друзья когда создатель струнных технологий с огромной уверенностью это отвечает арабским представителям и в переговорах с людьми такого уровня естественно нужно думать над каждой фразой и когда они внимают каждому его слову это говорит по многом это говорит об огромнейшем интересе не только самой технологии в плане локальных адресных проектов но и глобальному видению и анатолий эдуардович описал уже концепцию создания тестового участка в арабских странах то есть у нас таких таких тестовых участков будет 5 6 то есть уже мы видим зачатки в австралии в индии обязательно будет беларуси все развивается но не факт и далеко не факт что беларуси мы сможем на развитие гиперскоростное направление гиперскоростное направление анатолий эдуардович уже рисует и презентует делегациям как следующее направление наивысшее направление перед линейными городами перед новой концепции кстати предрекая тоже чем мы будем заниматься в будущем уже после закрытия финансирования возможности финансирования корневой компании после инвести инвестирования начала инвестирования уже в адресные проекты дорогие друзья я рекомендую найдите 88 год если не ошибаюсь и прочитайте кто действительно горит кто заинтересован на развитием проекта skyway монографию публикацию эко мир и тогда анатолий эдуардович представил такое глобальное видение с которым жак фреско просто молча стоит сторонке со своим проектом венера потому что такое глобальное видение не представлял никто и это естественно захватило интерес абдуль рахима наки господина ала и когда люди такого уровня слушают слушают и наблюдаешь за их эмоциями за их взглядом очень внимательно слушают и когда абдуль рахим наки генеральный секретарь федерации торгово промышленных палат стран персидского залива просто как будто его что-то ошарашило вскакивает и говорит а вот здесь здесь мы можем сделать стратегия здесь такая то дорогие друзья но я думаю что не при каждом обсуждении не проявляли проявляли такой интерес и когда не задаются технические вопросы когда по технологии все понятно и нюансы тонкости уже будут обсуждаться при формировании конкретных проектов основатель relativity группа пола аль шаих говорит о том что вообще вами движет то есть после того вопроса кем вы видите вообще себя и какой вы видите компанию через 20-25 лет господин ала спрашивает вообще зачем вы этим занимаетесь и настолько зацепила именно вот искренность и простота и гениальность я бы сказал всеобъемлющая ответа от анатолия дуардовича то что он этим занимается для того чтобы сохранить землю для будущих поколений и когда руководители рейл лати в эти группы и дорогие друзья не бойтесь название венгард потому что мне многие пишут и спрашивают вот венгард это спрут мировой экономики кто является чуть ли там не в тайном мировом правительстве и так далее дорогие друзья это просто однофамилец компании не имеет отношения с крупнейшей корпорации венгард групп именно вот компании которая владеет господин ала и не бойтесь ничего ничто не угрожает проекту skyway в этом отношении то есть в этом плане мы провели и проработку предварительную то есть со всеми компаниями я задавал тоже вопрос дорогие друзья никакого отношения компания венгард именно от господина ладно не имеет венгард которая занимается различной деятельностью которая заинтересовала и заволновала наших инвесторов то есть не волнуйтесь по этому поводу пожалуйста ну и соответственно уже после посещения производственных площадок уже после увидения в реальности перемещение юнибайка и посидеть даже удалось парабским коллегам представителям эмоции естественно зашкаливает потому что вы помните как менялся каждый человек и вообще каждый человек будет меняться который садится в юнибайк он будет и взрослого превращаться в ребенка и он будет поощущать вот тут беспечность ту легкость и бытия и сознание и то мобильное персональное свое искомое пространство которое все наши коллеги ощущают когда начинают присутствовать внутри юнибайка а тот кто покрутит педали тот кто будет перемещаться ну дорогие друзья такого наверное современном транспорте сегодня достичь вообще невозможно ну и соответственно нашим арабским коллегам тоже очень все понравилось опять же могу сказать вот сколько присутствовал на делегациях и минимальное количество технических вопросов потому что технология господину алла который повторюсь как я говорил на вводном вебинаре в прошлое свои проекты привлек менее чем за полгода триста триста пятьдесят миллионов долларов то есть вот человек такого уровня является сейчас нашим партнером коллегой и соратником как протвук стал бывший директор транспортного департамента инфраструктуры развития южной австралии как сергей гришин приезжал сергей анатольевич гришин как господин морозов и являлся губернатором на момент презентации медведеву и сейчас поддерживает проект skyway и более того официально в газетах в сми было упоминание что планируется возобновление проекта между двумя аэропортами ульяновска так и естественно у нас команда становится все больше и больше и я не удивлюсь абсолютно что присоединятся уже компании на уровне аурикон и это хороший наш бэкграунд дорогие друзья представьте насколько ступенчато мы двигаемся логически выверено когда мы можем абдуль рахим унаки и господину алла зальхаир сказать о том что у нас в качестве партнеров есть аурикон аурикон строили у вас бурж халиф в арабских эмиратах в объединенных арабских эмиратах и давайте тоже искать таких вот действительно качественных и высшего уровня партнеров да дорогие друзья на данном этапе мы можем уже на таком уровне вести переговоры но еще раз повторюсь на делегации не обсуждались конкретные проекты из точки а в точку б их интересует общая стратегия развития стран персидского залива а что такое страны персидского залива соответственно был разговор и о саудовской аравии дорогие друзья а саудовской аравии это сразу соответственно предполагается связка саудовская аравия и египт это естественно бахрейн это естественно кувейт это естественно арабские эмираты это естественно катар а у меня я могу сказать тоже я сейчас не удивляюсь абсолютно таким знакомством связям кто видел я включался на выставке бар но не часто включая себя в инстаграме потому что немного народу там смотрят и я познакомился совершенно случайно с мощнейшим специалистом про по крупным корпоративным продажам которые вот уже сейчас подправился в катар сам он сейчас проживает в индии и настолько он заинтересовался проектом что мы с ним пообщались в районе часа соответственно я могу сказать что этот человек будет пред представлять по своим контактам там в том числе есть контакты с королевских семей катара и будет представлять нашу технологию ну естественно мы будем его поддерживать тренировать отвечать на все вопросы ну и я думаю что сейчас виктору игоревичу бобурину придется предстоит очень часто посещать дубай с первым визитом виктор бобурин сейчас посетил дубай то есть там вот тоже моментальность и быстроту действия реакцию на развитие проектов представьте ну во первых я не буду повторяться наверняка сергей анатольевич на прошлом вебинаре говорил и мы когда приехали в офис гамала морси посмотрели вообще вот как как живет как представлена торгово промышленная палата и палата сельского хозяйства арабских стран словакии генеральным секретарем который является гамал морси наш друг союзник соратник это действительно с огромной энергией просто человек с огромнейшими полезнейшими и важнейшими контактами по всему миру а не только в странах арабского мира и он обмолвился что вот буквально на следующий день после приезда то есть это рекорд реагирования на ситуацию филиппинцы уже не обладает этим рекордом в неделю то есть фактически на следующий день уже началась проработка по проектам со стороны арабской делегации и мистер палат господин алла сказал что были проведены предварительные переговоры с крупнейшим институционным банком это не государственный банк такой вот полу государственный получастный и там уже обсуждаются инвестиции естественно они не будут привлечены за несколько недель и там за несколько дней как кто-то ожидает пришли поговорили получили инвестиции но там будет сумма в районе пяти шести миллиардов долларов то есть вот такие переговоры уже ведутся ну и в том числе чтобы участвовать уже в этом процессе виктор бобурин вылетел незамедлительно согласовав командировку с анатоли эдуардовичем и там уже было полное ощущение профессионализма подготовки контактов подготовки каждой делегации каждого визита на будущие приезды то есть действительно в такие поездки наверное стоит ездить на и на данном уровне только такие поездки у нас и должны быть дорогие друзья то есть фактически с аэропорта встретили сразу на встрече в гостинице естественно у виктора дни по ночевать не поспать времени не было то есть мы переписывались в вайбере единственный вопрос у виктора был по ощущению как когда же он наконец поспит я говорю виктор скоро 8 марта у вас наверняка также будет выходной зао струнные технологии я рекомендую чуть-чуть хотя бы перед этим днем поспать потому что потом снова начнутся боевые трудовые будни skyway это не то что какие-то будни как какой-то какая-то рутина дорогие друзья вот даже все вебинары которые мы проводим сергей антольевичем заметили что каждую среду независимо от того что происходит мы проводим их это можно сказать что мы активисты skyway а я говорю про мы это более 800 тысяч людей по всему миру стараемся сделать так чтобы день для skyway был прожит не зря то есть такая вот поговорка у нас появилась и я могу сказать что перед уездом делегации уже после уезда арабской делегации у нас был интереснейший разговор с анатолий эдуардовичем юницким то есть присутствовали на разговоре только четыре человека виктор игоревич бабурин я сергей анатольевич естественно анатолий эдуардович юницкий и вы не представляете я не могу к сожалению говорите об этих концепциях на вебинаре но вы не представляете насколько глобальное видение нашего проекта и то что мы делаем струнную технологию струнный транспорт дорогие друзья это только начало я так вот за травочку вам сделаю небольшую еще раз почитайте эко мир осознайте поймите потому что там очень много всего написано общались мы проводили на такое вот рабочее совещание и мозговой штурм 14 часов 14 часов вы когда-то вообще общались с кем-то без перерыва то есть перерыв был только на то что без меня сходить в туалет на то чтобы сходить и проветриться чуть-чуть на улицу 14 часов без перерыва мы общались и создавали новые концепции которые я могу сказать очень сильно меня обрадовали сейчас мотивирует еще больше хотя куда уж больше развивать проект skyway потому что даже не адресные проекты главное для той системы которую анатолий эдуардович создал интуитивно на тот момент систему крауд инвестинга но именно концепция вот почитайте эту брошюру осознайте поймите и если соответственно десятки может быть там 20-30 триллионов долларов это наш потенциал skyway то вот тот потенциал о котором мы общались и в плане которого может именно вот таким вот толчком звеном но уже уже с большими инвестициями потому что тогда мы будем проводить не проводить а получать ну и и проводить соответственно везде конференции встречи просто штамповать адресные проекты тогда у нас будет немножко другое понимание инвестиции той инвест проводящей системы которая уже создана дорогие друзья и соответственно вот та концепция которую мы обсуждали это уже удвоение мировой экономики удвоение мировая экономика на сегодняшний день это примерно 75 с половиной триллионов долларов удвоение это фактически больше 150 триллионов долларов по каких а каких дивидендов тогда вообще можно навести речи представьте насколько много людей будет присоединяться к этому уже я не побоюсь этого слова движению и сейчас можно назвать нас таким вот движением потому что мы развиваем проект skyway ну а там уже мы будем действительно сохранять планету для будущих поколений не просто бла 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 как я очень сильно уважаю жака фреско его проект и я в каком-то плане рост на этом проекте до того момента как я познакомился с анатолий эдуардов чем юницким но инженерные подоплеки инженерных расчетов концепции и конкретных изобретений у жака фреско которые можно было создать нет я вспоминаю когда лариса артамонова провела конференцию для жака фреско при приехало очень много инвесторов с крупными суммами денег и сказали что вот давайте вот есть земля пожалуйста давайте строить жак на тот момент сказал что нет наш проект реален только масштабах всей планеты он был прав в той концепции что у нас в общепланетное транспортное средство дорогие друзья тоже действительно реально масштабах всей планеты и кстати в ходе этой 14-часовой беседы я понял что насколько глобальная вот так концепция которую обрисовал анатолий эдуардович и спрашивал у нас что не рано ли вообще вот это как бы закладывать зерно не рано дорогие друзья потому что уже если 800 тысяч людей поддержит вы понимаете что если 150 человек тысяч человеком может быть 200 тысяч человек уже регулярно инвестирует и мы выходим на рекордные показатели уже не просто за месяц а за день те объемы которые раньше нам нужно было четверть месяца работать чтобы достичь то уже вот эти вот 800 тысяч людей они соответственно также будут активизироваться и этот маховик именно инвест проводящий системы он будет раскручиваться я дорогие друзья хотел бы сказать еще вот насчет тролли и концепции вообще вот что говорил анатолий эдуардович сравнивая тролли сравнивая наш современный мир сравнивая наше современное сельское хозяйство экологию огромное значение имеют микроорганизмы и сейчас вот мы с вами это немножко идеология уже пошла я приведу пример вообще вот в чем принцип заключается допустим sky soil то есть направление создания нового гумуса со стопроцентным содержащим содержанием гумуса новой почвы многие вот вот так вот начинает сыпать нюхать кто-то на вкус пробует из всех делегаций которым показывают которым показывают анатолий эдуардович у низкие образцы почвы но самое главное меня поразило дорогие друзья что те вредные производства допустим угольные тест и так далее электростанции которые сейчас вредят экологии они вот анатолий эдуардович сумел их увязать это совершенно новое для нас было когда мы услышали об этом в перископе вы можете это посмотреть соответственно это будет развиваться на пользу создание плодородного слоя то есть даже теплоэлектростанции которые используют уголь они будут генерить гумус во концове ноу-хау естественно нюансы техники производства гумуса мы раскрывать не будем и более того мы просто-напросто это не знаем но соответственно вот то что в виде серы в виде co2 выходит именно в качестве вредных выхлопных отходов в производстве электроэнергии с помощью угля и так далее это будет использоваться на положительное производство гумуса дорогие друзья об этом мы обязательно на одном из вебинаров постановимся более подробно но этот процесс естественно будет занимать 2-3 года но тогда мы можем сказать что абсолютно плодородный слой почвы будет создан и этим естественно заинтересовались наши арабские коллеги арабская делегация потому что они были поражены что из их пустынь можно сделать действительно цветущие райские сады и если в проекте венера в концепции жака фреско это выглядело бы как красивая визуализация у нас это реальность дорогие друзья и мы не просто говорим что мы это рисуем мы это знаем как конкретно сделать мы это все приверженцы технической школы юницкого и вот что очень приятно было ощущать и я хотел бы вам всем передать дорогие друзья что анатолий эдуардович вот сейчас он конкретно ощущает что все люди которые поддерживают проект skyway он не один и даже речь не идет не а за у струнной технологии хотя там мощнейшая команда а все инвест проводящие системе он сказал такую фразу которая меня очень сильно зацепила и затронула что вы являетесь все вы на какую-то часть даже кто просто зарегистрировался чуть-чуть наблюдает за проектом все вы являетесь сейчас частью меня дорогие друзья и соответственно я могу сказать что ни одна корпорация не могла этим похвастаться не стив джобс и не марк цукерберг не илон маска сказать своим акционерам что вы являетесь частью меня многим акционерам доплевать они хотели они хотят получать дивиденды на идею им плевать вообще тем более когда илон маск сейчас планирует строить тоннели и если говорить про илона маска ну что сказать любим мы сергею сергей анатольевичем пообщаться на эту тему мы в такой вот комфортной обстановке между выставкой и конференцией у нас было буквально там несколько часов мы их провели вечером в просмотре выступление илона маска на мировом саммите мирового правительства в арабских странах и соответственно там он говорил те вещи те настолько детские вещи по сравнению с футурологией истинной футурологии инженера юницкого и мы как футурологи я как именно помощник вице-президент международной академии практикующий потом прикладной и сейчас мы позиционируем как инвестиционная футурология и вот первый вебинар 21 ноября вы видели на котором присутствовало где-то более 200 новичков это наша система которую мы отрабатываем и будем проводить уже на словацком рынке уже в живую будем проводить в москве ну естественно учитывая перемещение будем выбирать время когда это можно сделать и соответственно мы уже не можем себя называть футурологами просто не имеем права потому что истинная футурология вот она идет из уст и лично анатолий эдуардович я рекомендую всем еще раз вот просто не поленитесь и прочитайте все эко мир потому что это это супер публикация я как-то обмалвился на вебинаре что когда анатолий эдуардовичу рассказывали что вот как бы хорошо бы сделать в будущем концепцию нашей криптовалюты которая была привязана генерации ввп анатолий эдуардович сказал на тот момент что когда мы это будем делать если мы это будем делать вдруг то наша криптовалюта должна быть лучшей в мире и вот опять же сравнение с микроорганизмами то есть вот к чему был рассказ про гумус и так далее тролли не тролли оппоненты приверженцы дорогие друзья вот если сравнивать с гумусом как вообще создается гумус за счет переработки специальными микроорганизмами то есть в нашем организме вообще присутствует десятки миллионы микроорганизмов почему мы начинаем болеть и я сейчас вот как бы временно не употребляя алкоголь вообще ну по определенным причинам по своим личным и в начале чтобы так скажем от отмазаться сказал что вот принимая лекарство анатолий эдуардович прочитал мне очень большую лекцию насчет того что фармацевтика убивает наш организм и что вот именно микроорганизмы она они являются основой как раз таки в почве основой тоже будет являться микроорганизмы и дорогие друзья я тут хотел бы привести термин который я впервые из уст виктора бабурина услышал кем мы являемся с вами то есть мы с вами и являемся вот теми множественными микроорганизмами мы являемся с вами микро бизнес ангелами не побоюсь этого слова то есть angel network назвал крауд инвестинговую сеть площадку виктор бабурина я с ним абсолютно согласен сейчас мы микро бизнес ангелы потом мы станем соответственно уже реальными бизнес ангелами будем инвестировать уже не по 100 долларов ну кто инвестирует сейчас по 100 тысяч долларов будет инвестировать значит миллион и десятки миллионов цикл и критерий и величина инвестиций она естественно дорогие друзья увеличится и вот то то ядро то основа которая сейчас закладывается именно вот нами всеми с вами вместе крауд инвестинговой системы это основа того что даст старт и уже доведет до общепланетного транспортного средства и так далее я в этом абсолютно дорогие друзья не сомневаюсь ну если говорить про футурологию опять же про то что некоторые наши прогнозы сергею анатольевичем сбываются то я могу сказать что вот 1 марта почитайте статью первый электро электробус будет использовать именно искусственный интеллект нет deep mind не какой то еще не не разработку google а именно разработку IBM IBM Watson и как вы думаете дорогие друзья почему искусственный интеллект там используется во-первых это рынок то есть что будет и почему будет максимальная капитализация вообще вот от нашего направления skyway потому что мы для всех индустрии которые сейчас ищут а где бы примениться вот тот же искусственный интеллект IBM Watson это же не просто какое-то абстрактное понятие искусственный интеллект которая может как интернет поступить к нам в компьютеры и так далее есть определенная коробочка которая определенное количество килограмм весит и достаточно тяжелая коробочка соответственно дома носить с собой это невыгодно но что-то нам подсказывает в юнибайках это будет и наш прогноз сейчас что искренне надеемся что безвкусный интеллект лучший искусственный интеллект появится у нас в наших подвижных составах соответственно мечта Сергея Анатольевича я в этом плане более подкован когда появится личный ассистент юник который сможет заказать не как чат-бота как и действительно искусственный интеллект лучшие варианты забронировать гостиниц перелетов уже тогда не будет потому что мы будем перемещаться на юнибайках выстроить маршрут показать котировки валют показать прогноз на стоимость биткоина все что угодно дорогие друзья вот это все будет решать искусственный интеллект а ну и соответственно если в электробусах искусственный интеллект появился то можно ожидать его и в наших подвижных составах и я могу сказать дорогие друзья что вот те концепты то футурологии о которой мы говорим то что подвижная сауна опять же мечтает сергея анатольевича сибирякова у меня больше соответственно юнибайк с абсолютной стерео видео акустической системой сейчас вот прибавилась еще концепция то что мы будем оздоравливаться внутри технологии внутри нашего транспортного средства и более того опять же искусственный интеллект сейчас применяется в медицине но насколько мощным будет его применение когда во всех подвижных составах транспорта второго уровня будет он появляться и естественно дорогие друзья это будет консорциум я шутку спросил у виктора бабурина ну что уже пора писать письмо в ibm он ответил и я считаю что это абсолютно правильно не надо ничего не писать сами придут когда настанет время и дорогие друзья я могу сказать что вот так со всем нашим проектом то есть арабы появились когда настало время когда кстати арабы по и по идее вот по моему мнению не могли появиться до упорядочен не до создания концепции именно вот уже образцов sky soil то есть преобразовать пустыни в райские сады для них это нонсенс господин алла говорил много для то для того что можно вообще все что угодно перевозить и нефти не с удовольствием будут перевозить потому что в отличие от россии у них идет концентрация нефти на дальнейшую продажу то есть у них экономика супер диверсифицируется естественно я как мог пообщался салат во время поездки на марину горку и обратно по поводу футурологии по поводу того что в наших на порах высотных опорах могут находиться станции кафе ночные клубы гостиницы все что угодно это будет новейшая инфраструктура второго уровня пола спросил единственный вопрос вот пожалуй его технически было как как ваша технология относится вообще вот как она преодолеет песчаные бури потому что у них это очень распространено и по поводу запаса температурных лимитов я сказал алла не волнуйтесь у вас будут с технологией skyway самый наилучший запас температур то есть это рай разница от минус 70 до плюс 70 он естественно сказал что вот проблема непосредственно с дорогами что плавится асфальт какого бы качества не был бы асфальт он портится и очень много затрат ведется на это ну а когда мы просто говорим нашу концепцию что если транспорт первого уровня постепенно будет убираться с дорог то фуры будут убраны очень быстро с появлением юникаров и с появлением инфраструктуры струнные дороги непосредственно уже по маршруту следования этих самых фур и палат тут согласился ну и что меня поразило дорогие друзья этим мы обязательно тоже будем заниматься то что крупные инвесторы тоже имейте ввиду все общаются в инстаграме все смотрят youtube и даже человек который намерен инвестировать сотни миллионов миллиард долларов банк маркетинг банка будет смотреть все социальные ресурсы но в этом дорогие друзья я могу сказать что наша с вами сила то что видео вышла сразу его тысяча посмотрела в первый час десятки потом двадцать тысяч в следующие дни месяцы и соответственно в этом сила я могу сказать нашей инвестор проводящей системы если говорить про следующие события дорогие друзья то еще раз повторюсь что у нас сейчас близится смена этапа то есть запасайтесь основаниями для того чтобы приобрести либо не приобрести доли и стать еще на большую часть со владельцем и со инвестором международной корпорации skyway я лично буду докупать и вот меня многие мои партнеры спрашивают что вот с бонусного счета можешь перевести я говорю коллеги вот такая то сумма я могу перевести на остальное я все буду докупать вот такое мнение дорогие друзья мое лично сейчас я ощущают такое вот что ощущал на первых этапах когда я в ноль все что заработал инвестировал сейчас вот уже фактически тоже них не просто хочется я это делаю и буду делать и это продолжится наверное еще несколько этапов потом дискаунты будут соответственно уже не такие привлекательные как сегодня но привлекательны для тех людей и с теми новостями которые нас будут ожидать в конце марта нас ожидает выставка в индонезии то есть естественно там будет полное освещение к сожалению либо к счастью там не будет подвижных подвижных составов в масштабе один к одному наших рабочих машин мирового уровня мирового масштаба но будет модель 1 к 10 словаки тоже мы планируем сейчас именно европейскую такую модель которая по всей европе будет путешествовать заказать skyway капитал что что касается skyway инвест групп они нас немножко опередили то есть не уже больше десяти даже заказали моделей и дорогие друзья это говорит о том что наша инвест проводящая система вот как вы думаете откуда появился род хук откуда появились арабы они появились от каких-то контактов да я могу сказать что параллельно развивается два мощных направления крупное корпоративное направление то есть это непосредственно проработка головной кампании и такой вот может менее корпоративное менее менее квалифицированной и постоянное обучающееся направление нас с вами обычных народных инвесторов но мы видим что уже и сеть рождает множество адресных проектов выводят на серьезные переговоры кто знает на что выведет в мое знакомство просто вот так вот включился на прямую трансляцию в инстаграме познакомился с крупнейшим лидером по крупным корпоративным продажам в сфере машиностроения транспорта тоже кстати его зовут почти алла его зовут али и очень интересно мы с ним пообщались я думаю что нас ожидают следующие новости это уже в индонезии соответственно потом будет международная конференция в париже который проводит skyway capital о месте о проведении чуть попозже будет посвящено в чатах на официальных группах и соответственно будет создан специальный сайт 8 9 апреля кто желает будем рады видеть в париже количество мест строго ограничено то есть 150 человек максимум 200 но если 200 будут уже стоять это приезжают лидеры эксперты топа эксперты маркетинг у нас также улучшается то есть инета анжена расскажет на своем вебинаре в понедельник потом также это будет в новостях дорогие друзья ну из той команды экспертов топа экспертов неважно мастеров лидеров мы будем постоянно улучшать качество сервис ну и соответственно я думаю что тот рекорд который мы достигли за день недавно вот мировой рекорд по привлечению инвестиций в истории skyway мы будем достигать уже через некоторое время я надеюсь что это произойдет не через год уже за несколько часов либо как максимум за полдня но я дорогие друзья хотел бы вам сказать опять же прекрасную половину человечества с восьмым марта и наступающим девятым этапом запасайтесь терпением запасайтесь контактами потому что десятый этап для нас будет таким очень показательным там серьезные на инвестицию нужно нам всем привлечь это примерно 25 миллионов долларов ну и соответственно даже эту инвестицию мы с вами преодолеем может быть нелегко но обязательно преодолеем и сделаем так чтобы десятый этап наступил еще до эко фестиваля и на эко фестивале я могу сказать что сейчас дорогие друзья вот с теми инвестициями я тем кто присутствовал на вводном но который сегодня не являлся вводным а именно новостным вебинаром я сказал что фронтишик solar сказал сделал и соответственно скоро придут инвестиции ожидается поступление примерно 3 4 миллиона долларов всего лишь от менее чем 5 людей вот такие инвестиции дорогие друзья сейчас у нас ожидаются кстати да по про по поводу чеченской делегации планируется по поводу челябинской делегации планируется утверждено в конце марта надеемся что эта делегация также увидит и испытания юнибуса который начнет свои ходовые испытания ну а я дорогие друзья безмерно рад тому что антолий эдуардович сейчас является вице-президентом именно почетным вице-президентом палаты по арабских стран словаки и это такая вот должность которая была создана специально для него официально если будет антолий эдуардович присутствовать на саммите который пройдет в мае очень серьезный сами там будут все арабские страны европейские страны и так далее для анатолия эдуардовича будет вип-программа презентации для представителей если анатолий эдуардович сам не сможет приехать потому что в основном все там будут желать слышать про skyway ну и бывший президент словакии дорогие друзья который сейчас является президентом и руководителем палаты арабских стран словаки он лично анатолий эдуардович либо представителю зао струнной технологии пожмет руку и уже вручит бумагу о по почетном на таком звании вице-президента палаты арабских стран словакия скажите мне какие руководители корпорации получали на ранних этапах еще до коммерциализации технологии такие статусы дорогие друзья скорее всего никто поэтому строим skyway спасаем планету даем дорогу мир транснету и делаем так чтобы каждый день для skyway был прожит не зря благодарю друзья до скорых встреч если есть какие-то вопросы то задайте я надеюсь что не испытали недостатка сергея анатолича постарался максимально таким вот массовым сделать этот вебинар плане информации если есть у кого-то вопросы задавайте если нет то будем прощаться я сейчас посмотрю так сергей анатолич сейчас в израиле в тель-авиве поэтому 21 30 да будет вебинар конечно австралийцы очень высоко оценили приезд был очень серьезный представитель чиновник который является самым главным лицом ответственным за регулирование внедрения транспорта в австралии ну и соответственно это уже прямую подходит к сертификации посвящать имя фамилию этого человека мы не будем дабы не обвинили его в слишком сильном интересе к технологии skyway какой-то предвзятости к другим технологиям но он очень сильно заинтересовался и работа по австралии продолжается полным ходом если быть точным про сумму инвестиций от индусов 926 миллионов долларов то есть это трехстороннее инициационное соглашение ну наверняка татьяна будет какие-то видео с австралийцами но там будет общая информация без конкретной закрытой коммерческой информации но я думаю то что я вам сказал то что высоко оценил представители чиновничьего аппарата регулятор всего транспорта и этой информации абсолютно достаточно по поводу криптовалюты дорогие друзья это мысль есть и она прорабатывается мы говорим что планируем делать свою криптовалюту но давайте сейчас сосредоточимся именно на первостепенных задачах то есть окончание финансирования экотехнопарка я не исключаю что возможности финансирования в головную кампанию будет завершена в этом году еще до конца этого года потому что ну те переговоры когда один даже не сонный банк вот представьте с инициационным банком с которым уже господин алла первый один из контактов о проработке начал общаться готов проинвестировать 6 миллиардов долларов представьте это инвестиции все она выгорела что произойдет с финансированием в головную компанию естественно вход будет закрыт но мы перейдем на адресные проекты и мы перейдем на такую более глобальную концепцию о чем я рекомендую вам почитать брошюру публикацию эко мир по поводу внутренней биржи дорогие друзья на самом деле суть внутренней биржи и ценности будет заключаться в том когда максимальное количество людей будут понимать ценность ценность соответственно активов которыми они обладают много вопросов ну не то что много намного меньше чем на первой конференции словаки было задано про ipo но ipo это не первостепенная задача мы к ней будем приходить примерно как приходил apple ну естественно намного раньше но ступенчато и когда время придет так скажем apple пришел через 26 лет amazon пришел через пять лет ну мы сколько времени понадобится на проведение ipo на приход к публичной бирже покажет время но самое главное и алла это подтвердил это коммерциализация проекта если не будет коммерциализации какое бы apple у нас не было грош цена этому и пиво поэтому как только мы коммерциализируемся также абсолютно как мы сейчас супенчато и логическими шагами приближаемся сертификации мы будем уже строить наши планы по ipo по строительству нашей внутренней бирже все это будет так по поводу оаэ полтора миллиарда дорогие друзья я не обладаю эту информацию не считают от особо официальной информации как только будет заключено институционное соглашение без сумм дорогие друзья что в этой стороны в этой стране в этом регионе заключен заключено институционное соглашение на большую сумму все больше после индии я думаю что не будет освещено на конкретных вот таких вот закрытых показателей это наша с вами ну евгений если я не обладаю именно в качестве официальной информации то есть это не значит что этого нет то есть официальной информации по поводу полутора миллиардов и нет грузовой транспорта будет будет показан но все дорогие друзья тогда до вечера кто сможет устоять и выстоять до 21 30 по москве ну а всем остальным до скорой среды строй skyway спасай планету с вами алексей сходоев до скорой встречи